Доброго времени суток, YouTube! Сегодня по запросу моей виртуальной подруги Ануш, которая бла-бла-бла-бла, 2008, я хочу снять очень коротенькое маленькое видео про вышивку на пластиковой конве, коей я увлеклась в последнее время. Почему она мне нравится? Во-первых, это очень прикладной вид вышивки, то есть вы всегда знаете, что получится та вещь, она будет именно не только для красоты, но также еще для каких-то там домашних, я не знаю каких-то... Последняя моя работа – это вот такая вот коробочка, тут написано «Купонс», ну, в общем-то, это как бы стандартная крышечка здесь. Вот, я ее вышила, у нее вот такое донышко, то есть дно не вышивается, очень удобное. В этой коробочке, вы будете смеяться, я храню свою видеокамеру и фотоаппарат, то есть она очень маленькая, все компактно сюда помещается, и еще всякие списки всякие нужные бывают по видео или еще что-то такое. Вот. Выглядит набор, то есть вот так выглядит сам набор. Пластиковая канва выглядит сама вот таким образом, то есть это стандартные листы, тут они даже, видите, с петельками такими, стандартные листы, вот такие вот, с дырочками, с прорезями, из которых сначала нужно вырезать детали, а детали мы видим вот на схеме. К сожалению, у нас я не видела ни одного российского набора, который бы был из пластиковой канвы. Все наборы, которые я заказывала, у меня из Китая. Здесь нет ни слова по-русски, но в принципе можно догадаться. То есть вот этот набор для вышивки подставочки и подставка и держатель, да, для чашек, такие вот маленькие подсолнушки, ну и сама подставочка, вот чтобы эти, как бы, штучки держать сами. Здесь, в принципе, цифры-то арабские, поэтому понятно, как вышивать, какой размер. Сначала мы вырезаем все эти детали, количество их определено, тут тоже, в принципе, можно понять, сколько их штучек надо. Вот. И, соответственно, начинаем вышивать. Для вышивки по такой канве, соответственно, большая, она просто огромная. Вот, посмотрите, я держу иголку, посмотрите, она вон, она вот во всю ширину моей ладони, да, вот как мой палец почти. Вот. У нее очень толстая ушко. И, конечно же, нитки для вышивания тоже очень и очень такие большие. Вообще, китайцы кладут ниток с запасом. Их не надо разделять, они сразу идут нарезанной, то есть пасма идет сразу нарезанная. Тут, видите, у меня одни кончики, то есть они такие вот крупные. Здесь нет нитков-девателей, не прилагается, но даже просто немножко скрутив между пальцами, оно очень хорошо проходит в ушко, иголки. Если необходимо, то вот еще, видите, у меня вот есть еще более мелкая канва. Например, когда я вышивала домик свой, который в ВКонтакте у меня есть фотография домика, это вообще не домик, это салфеточница, то есть там внизу отгибается дно, вставляется квадратная коробка с салфетками, и через трубу вы эти салфетки достаете. То есть это такая прикладная вышивка, очень. Соответственно, вырезали, детали сшили, их, то есть, ну, в смысле, вышили все как нужно, и потом происходит соединение. Конечно, я многое додумывала сама, то есть не всегда на вышивках отмечено, например, что нужно обработать обязательно, например, край. Иногда просто идет, то есть сама вот вышиваешь, и ты видишь, что край ничем не отмечен, никакой нитью, но все равно, если мы край оставим необработанный, то есть через крайний сделаем отмёточку, то при соединении деталей получается очень некрасивый угол. Вот, например, вот в коробочке, да, то есть тут каждая деталь была обработана по краю, и плюс еще, когда сшивала, шовчик такой красивый, толстенький, получается рельефный. Мне тяжело сшивать детали, честно скажу, потому что, когда начинаешь сшивать, трудно сделать так, чтобы натяжения нити не было, и ко всему приходишь, конечно, ну вот с опытом, она начинает смещаться, то есть одна сторона относительно другой начинает смещаться чуть в сторону, на буквально одну клетку, но эта клетка одна, она просто вот играет, как говорится, огромную роль. Все приходит с опытом, нельзя сильно нитку натягивать, нельзя сильно, как бы, дергать вот за сами детали, нужно все это делать с минимальным натяжением. Пластиковый конвей лучше вышивать гобеленовым швом, то есть это внешне, это выглядит как полукрест, но на самом деле шов гобеленовый, показываю с изнанки, то есть угол одной, скажем так, угол одной клеточки верхней, верхней, предположим, верхний-левый, и вторая рядом клетка, там будет уже правый нижний угол, вот это один стежок, то есть у нас стежок идет, ниток расходуется гораздо больше, это не совсем полукрест, это больше гобеленовый шов, тогда на лицевой стороне вышивка получается очень красивая, рельефная, если будете вышивать полукрестиком, то будут видны дырочки, то есть вот между швами будет видны дырочки, нигде я тоже этого не смогла прочитать, залезала на различные форумы, залезала на разные конференции, буквально вот два-три слова написано, и все, и больше нет ничего, поэтому вот пришлось все додумывать самостоятельно, вот это уже коробочка моя, но это моя вот, скажем так, более аккуратная работа, нитки хорошо закрепляются, то есть не надо никаких узелков, ничего, с изнанки вы закрепляете буквально два-три стежка, и нитка уже будет держаться, вот, так что вот мое новое творение, вот такая у меня коробочка, ну и соответственно будут еще вот подставочки, да, под горячее, есть еще у меня салфетница, которая для более таких прямоугольных коробок, тоже в виде домика сделана, ну, там, конечно, посложнее немножко, но я буду стараться, вот, как только сделаю, конечно же, фотографии обязательно буду выкладывать, спасибо всем большое за внимание, всем всего самого доброго, пока!